На библейский портал Эксгет поступил вопрос. Господь вопрошает своих учеников, за кого люди почитают меня? Почему этот вопрос так важен? Потому что если человек на него ответит, от этого ответа будет зависеть вся жизнь. Кто для тебя Христос? Кто он для тебя? Если он цель и смысл твоей жизни, значит ты к этой цели будешь двигаться. Отцы говорили, поставь Бога на первое место, все остальное встанет на свои места. В нашей жизни большинство верующих людей не ставит Бога на первое место. Мы относимся к нашему христианству, к нашему спасению, как к какой-то задаче очередной в жизни, которую мы должны отчасти выполнить. Например, людям нужно поступить в институт, потом вступить в брак, потом пойти работать, родить ребенка. И примерно в этом ряду стоит религиозная жизнь. Например, в воскресенье я должен пойти в храм или за пост мне нужно причаститься. А надо, чтобы твоя жизнь стала богоугождением или богослужением по-другому. Как сказано в Писании, что нужно Богу работать. Богу нужно работать и Богу нужно служить. До тех пор, пока эти два понятия труда и служения у нас в нашем уме и сердце не соединятся, ну, наверное, мало что поменяется. Поэтому надо чаще задавать этот вопрос. Кто для меня Христос? И кто я для Него? Что Он для меня сделал? И вот эти вопросы, может быть, они такие проклятые по-своему, они должны постоянно в нашем сознании, в нашей памяти крутиться. Да, что для меня Христос сделал? Почему Он так страдал? Что изменилось в мире, когда Христос пришел? Где Он сейчас? Для чего я рожден? Что будет потом? Что будет, когда я умру? Да, и если вот эти все вопросы, такие самые главные в жизни, такие целеполагающие, будут не просто задаваться, но они будут находиться в поиске ответа, тогда человек много поменяет в своей жизни, очень много. Оторвется от суеты, оторвется от этих глупых увлечений, этой бесконечной такой праздности, болтовни, бесцельного трата времени своего. То есть вот проходит день, ну хоть остановись перед сном, хотя бы вот день свой так просмотри, проанализируй, ну что ты сделал для души, для Бога, для ближних, и что ты сделал для своей плоти, для своего эгоизма, для своих каких-то страстей. И мы видим, что, так сказать, один к ста соотношений. То есть вот многие говорят, ну не хватает времени на молитву, на писание, чтение писания. Вот поставьте на телефон таймер, посмотрите, сколько времени вы ежедневно проводите в интернете. Там два-три часа всегда. Ну что, неужели нельзя было сократить время, так сказать, интересы новостей, социальных сетей, игр каких-то и так далее. Никто не говорит, что надо отрывать время от домашних забот, трудов, близких своих. Но вот это вот бесцельное время, так сказать, препровождение, убивание времени. Самого дорогого, что есть. Потому что не стоит Христос на первом месте. Потому что вот этот вопрос, за кого почитают меня люди, мы себе на него ответ не дали, не нашли. Да, был Христос, да, приходил. Да, Он Сын Божий, я в Него верю. Я там хожу в храм. Ну все, этого недостаточно. Надо, чтобы Бог зашел в тебя, чтобы ты почувствовал, что без Него ты погибнешь, что без Него все бессмысленно без Бога. Поэтому для того, чтобы Господа постоянно себя чувствовать, нужно трудиться, нужно очень много в себе менять, очень много надо еще делать для этого. Вот с этим связана эта вся наша христианская жизнь. Вот поэтому вопрос этот очень важен для нас, для всех. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!